Здравствуйте! Помните, какое сегодня число? 20 января. 20 января 2019 года. Именно сегодня мы с вами встречаемся на этом канале, в прямом эфире, общаемся. На самом деле это очень важно и для меня, и для вас. Так что жду вас. 20 часов по Киеву, 21 час по Москве. Ну а еще 20 января оставался ровно месяц, ровно месяц до того, как произойдет непоправимое, как на Майдане начнут массово убивать людей. И в связи с этим, в связи с наступающей датой 20 февраля, в связи с пятилетним юбилеем, Руслан Кацаба, я думаю, что вы знаете Руслана Кацабу. Руслан Кацаба человек, который пострадал за свое мнение о войне на Донбассе. Руслан Кацаба, который заявил о том, что война эта ведется незаконными способами, мобилизация ведется незаконными способами. Ну и ответил перед государством имени Петра Порошенко, отсидел в тюрьме более чем полтора года. И судебные тяжбы по этому делу идут до сих пор. Вот на этой неделе было очередное заседание по делу Руслана Кацаба. Но, слава богу, Руслан Кацаба находится на свободе и может снимать вот такие вот ролики, один из которых я хочу представить вашему вниманию. Очень эмоционально, очень здорово получилось на самом деле. Я обратился к Руслану, говорю, Руслан, могу ли я процитировать твой ролик? Он говорит, не проблема, только не редактируй его. Ну, не редактируй в том смысле, что не режешь его по кускам. С одной стороны, он, конечно, прав, потому что вот этот вот ролик, он длиной чуть более трех минут, смотрится, ну, во-первых, на одном дыхании, а во-вторых, если его начинать резать, то он потеряет значительное счастье в его эмоционального заряда. Но, с другой стороны, вы же знаете мой характер, я не могу не разговаривать, так сказать, с телевизором, я не могу не комментировать, но буду сдерживать себя. Сначала покажу вам ролик Руслана Кацабы, а потом выскажу свое мнение по поводу того, что сказал Руслан, что сказал Руслан устами героев своего ролика. Еще раз скажу, очень эмоционально, очень здорово. Надеюсь, что вот то, что прозвучит в этом ролике, и то, как оно прозвучит, повлияет на сознание очень многих людей, тех, кого принято называть упоротыми кастрюля головами. Я все-таки надеюсь, что и это нормальные люди, способные, да, временно утратившие, но все-таки способные воспринимать информацию критически. Добрый вечер, Киев. Во-первых, простите за вторжение на ТВ-канал. Я в числе многих из вас понимаю, как удобна повседневная рутина, как безопасно хорошо знакомое однообразие, как покойно повторяемость. Я наслаждаюсь этим, как любой человек, но определенные события прошлого, обычно связанные с чьей-либо смертью или завершением жестокой, кровопролитной борьбы, остаются в памяти людей, и те отмечают их праздниками. И я подумал, что мы можем отметить 20 февраля, дату ныне, к сожалению, позабытую. Давайте отвлечемся от повседневной жизни и немного побеседуем. Найдутся, конечно, те, кто не желают нашего общения. Я полагаю, что в данный момент уже отдаются приказы по телефону, и люди с оружием скоро отправятся исполнять их. Почему? Потому что хоть вместо беседы и можно использовать дубинку, слова никогда не потеряют свою силу. Слова передают смысл и возвещают истину тем, кто им внимает. А истина проста. С нашей страной творится что-то неладное, что-то ужасное. Жестокость и несправедливость, нетерпимость и угнетение. В стране, где когда-то была свобода инакомыслия, где человек мог говорить то, что думает, теперь властвуют цензура и тотальный надзор, принуждающие к подчинению и навязывающие непротивление. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие, и с них в свое время спросится. Но все же... Признаем правду. Если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я понимаю, почему вы так поступили. Я знаю, вам было страшно. Кто бы не испугался войны, террора, тысячи бедствий, словно сговорились бить вас с истинного пути и лишить здравого смысла. Страх одолел вас, и в панике вы бросились к нынешнему президенту. Он обещал вам порядок, обещал мир, и взамен потребовал лишь вашего молчаливого, покорного согласия. Вчера вечером я прервал молчание. Я открыл сайт СБУ-ЮА, дабы напомнить нашей стране о том, что она позабыла. Итак, если вы ничего не замечаете, если преступления нынешней власти для вас не очевидны, можете проигнорировать дату 20 февраля. Но если вы видите то, что вижу я, чувствуете то, что чувствую я, если вам дорого то, что дорого мне, тогда я предлагаю присоединиться ко мне у входа в парламент, и тогда мы все вместе устроим такое 20 февраля, которое уже никогда не забудется. Первый вопрос, который я задал Руслану, после того, как я посмотрел ролик, Руслан, а что будет 20 февраля? Что, будет что-то вот серьезное? Он говорит, нет, люди просто соберутся, люди просто покажут власти, как они к ней относятся, и как они оценивают всю ту ложь, которая льется нам на голову уже пятый год. Они покажут, что не верят власти ни в отношении Майдана, ни в отношении всего, что происходило. В конце концов, знаете, говорят, на Майдане реализовался не самый негуманный сценарий. Были и более кровавые сценарии. На суде Виктора Януковича некоторые свидетели рассказывали о том, что планировалось взорвать целый бензовоз на Майдане, в толпе народа. Вы представляете, сколько бы жертв было в этом случае? И, возможно, тогда бы речь шла не о небесной сотне, а о небесной тысяче. За этим несостаившимся взрывом должен стоял Александр Турчинов. Почему он не пошел на этот сценарий? Ну, я не знаю. Слава Богу, что не пошел. Но был реализован другой кровавый сценарий и родилась небесная сотня. Ведь тогда стреляли что в одну сторону, что в другую сторону. Опять эти, как показывали свидетели, на суде Януковича среди правоохранителей пострадали на Майдане, ну, за весь период Майдана, более 700 человек. Кто-то ранен, а кто-то был и убит. Кто за это ответит? Пока за это не отвечает никто. Ни за винтовку Пашинского никто не отвечает. Ни за Порубия, ни за бензовоз Турчинова. Никто ни за что пока что не отвечает. И это понятно, потому что к власти пришли те, кто совершал преступление. Неужели они будут наказывать сами себя? Вопрос, в общем-то, риторический. И самые ведь главные преступления их были совершены отнюдь не на Майдане. Были преступления, которые называются государственный переворот 22 февраля 2014 года. За это они тоже не ответили. А после 22 февраля 2014 года что произошло? Украина потеряла огромные территории. Есть преступления? Ну, конечно же, преступления. Вот совсем недавно во Львовском суде состоялось слушание по делу Елены Бойко. Ее обвиняют в покушении на территориальную целостность. Я не знаю, каким образом Елена Бойко покушалась на территориальную целостность. Но каким образом покушался на территориальную целостность на территорию Украины? Тот же Турчинов, тот же Порошенко, тот же Порубий, Пашинский, Кличко, Тягнебог, Яценюк. Ну, мы с вами знаем. И последствия этого покушения, это не просто покушение, они действительно раздеребанили территорию Украины. Далее, преступления этой шайки-лейки. Десятки тысяч людей, убитых людей, может быть, даже больше сотни тысяч. Называются там разные цифры. Причем, пострадали люди, погибли люди, что с оружием в руках, что без оружия в руках. И, знаете, вот нельзя говорить, что люди с оружием в руках однозначно виноваты, что по одну, что по другую сторону линии разграничения. Если бы не было преступлений, совершенных этой шайкой на Майдане 20 февраля, в частности, то, наверное, не было бы и предпосылок, которые заставили людей, что по одну сторону, что по другую сторону, взять оружие в руки. Ну, вот я смотрю время от времени там ролики, связанные с историей воинов света, воинов ВСУ. Кто-то предприниматель, кто-то фермер. Обыкновенные люди. И вдруг они взяли оружие в руки. Почему? Потому что на Майдане были совершены преступления. Потому что кое-кто получил в свои руки очень эффективные инструменты пропаганды и с использованием этих инструментов пропаганды заставили людей превратиться в нелюдей. Я уж не говорю о жертвах мирных людей. В конце концов, по одну сторону линии разграничения, по ту сторону, которую контролирует Киев, погибло почти 70 детей. По другую сторону, более 200, почти 300 детей, только детей, погибли в результате этой войны, в результате тех преступлений, которые были совершены. Что дальше? А дальше за преступлением всегда должно последовать наказание. Но я уверен, что без смены режима, без смены власти, причем хотелось бы, чтобы эта смена происходила по законным процедурам, в результате выборов. И в этом смысле все зависит от нас. Да, будут фальсификации, да, будет давление, но в конечном итоге победит тот кандидат, который сможет победить за явным преимуществом. Плюс 10, плюс 15 процентов не перебивается никакими фальсификациями. Так вот, все зависит от нас. Победа, это будет в том числе и суд над теми преступниками, которые совершили свои преступления тогда, в январе, в феврале 2014 года. И следствием этих преступлений, безнаказанности этих преступлений стали все последующие преступления. Поэтому, поэтому я еще раз обращаюсь к вам, мои уважаемые зрители, подписчики, может быть, новые зрители, которые мне постоянно, вот первый раз увидели мои ролики, задумайтесь и начинайте принимать решения, основываясь исключительно на своем собственном мнении, на своих собственных оценках, которые были многократно взвешены и обдумываясь.